Доброе утро, дорогие друзья! Прошло два месяца с того момента, как я вернулся домой. Ну, был, конечно, занят, потому что делали ремонт. Поселили сына с Леной на квартирку. Все, освободились. И решили поехать не в Португалию, о чем я мечтал, а так как я механик, поэтому нужно чинить внутренние механизмы. Поэтому едем пить воду, но походу заедем в Каменец-Подольский. Набрал я с собой квадрокоптер, кучу камер. Я думаю, будет интересно. И мне, и вам. Каменец-Подольском я забронировал квартирку через сервис Booking.com за 500 гривен. Выглядит на фотографиях шикарно. Ну, потом сделаем обзорчик. А едем мы в Закарпатье, в санаторий Боржава. В общем, ну, как они прислали видео. Обалденные санатории, вокруг горы, горная речка. Все классно. Посмотрим, как будет на самом деле. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Занечает рамочники Откуда такие познания? Замечательны Обычная традисканция Обычная остапа понесла Кому не посмотри на стола Два бокальчика ждет Мочный конечно На этот как его Мягкий уголок Дубовый стол Тоже наложила на столе кучу всяких интересностей. В салфеточки завернула ложки вилки, декорировала вот таким колечком. Колчевые салфетки бесподобные. Два бокала. По-моему, это даже свет. Представьте себе, друзья, это свежие хрилантемы. В маленькой вазе там водичка. И еще раз повторяю, где-то она насобирала вот такой вот ерунды, и как она великолепно смотрится в этом декоре. Просто нет слов. На подставке тоже цветы. Это уже современная мебель, тоже декорирована всякими вазочками, конфетки тут даже. Засушенные живые розы. Вы можете себе представить? Красота неописуемая. Здесь опять коряга. Там плетеная вазочка. А это вышивка. О, девочка тоже болеет иголкой, как и я. Это производитель Ланарты. У него акварельная вышивка такая в одну нитку. Тоже живые цветы. Очень красиво. Маленький холодильничек. Посуды очень много. Вот это вот ей убирать, если все используют. Это, конечно, да. Ну, все, нет. По-моему, это сильно... Вот стол. Классный для рукомойничек. Это не стол. Это обычная старинная тумбочка. Она тоже ее притащила с блошинного рынка. Просто вниз поставила всяких разных корзин. А здесь, видимо, или муж, или мастер какой-то врезал мойку. Пошли быстрее в ванну и все. Что-то он меня гонит то в кухню, то в ванну. Боже мой. Обычная старая вешалка. Не знаю. Века, наверное, 18-го. Корзины обычные, превращенные в полки. Бесподобные. Мне очень нравится. Стол. Вы посмотрите на этот стол. Он, конечно, весь шатается. Я уже его потрогала, пощупала. Вон дыра. И тут дыра. Но он очень красивый. Вы посмотрите, какие резные ножки. Я такую мебель называю вещь с историей. Дальше ее делали, конечно, с душой. Сейчас, если она и есть такая мебель, то она стоит безумных денег. Проще найти на блошином рынке, разобрать на доске, все пошлифовать, почистить, покрасить и сделать из этих досок, из этих дров снова такой великолепный стул. Браво! Ну, что сказать? Браво, Виктория! Заходим в ванну. В женскую, так сказать, обитель. Потому что женщины любят плюхаться, как правильно. Яхточка. Яхточка, да? Он уже назвал ее яхточкой. Я парусником бы назвала. Яхтой. И, может быть, и нет. Начнем дальше. Начнем сначала. Вот мы в дверь зашли. Вы обратите внимание, какое красивенное полотенце. Я никогда таких не видела. Я не знаю. Я зашла в ванну, помыть руки и говорю, я тоже хочу такое полотенце. Какие-то бусы висят. Ну, это надо же вообще. Вот девочка занималась такой любовью этой квартиры. Тоже шкатулочка. Они все пустые наверняка. Ну, да. Мыло какое-то там. Ну, так красиво. Это корзина для белья. Какого, не знаю. Под раковиной. Раковина, кстати, медная. Очень красивенькая. Под раковиной лежит чемоданчик. Правда, на чемоданчике. Правда, маленький чемоданчик. Тоже для декора исключительно. Вряд ли там что-то есть. Но мы не полезем. Фен. Фен для женщин, разумеется. Какой холщовый коврик в виде зебры. Правда, серенький. Это унитаз. В углу ракушки. Ну, говорят, ракушки держать дома плохая примета. Но девочка, возможно, с морем не связана. Поэтому ей можно. И тут морская звезда. Какая красивенькая. Ну, в общем, вот такой общий вид этой ванны. Зеркало. Светильник. Ну, нет слов. Браво, Виктория. Решили приесть. Арт-кафе на ратушу. Добрый вечер, господа. Доехал я до этого места. Один подписчик писал, что он здесь отсюда родом. Завтра полетаю на квадрокоптере. Сейчас мы немножко поужинаем. Потому что по местным дорогам колдобились так, что ужас. Чуть не поотрывались колеса. И завтра еще 400 километров проедем. И все. Все, ждем. Ждем ужин. Туши. А тем временем покажу вам интерьер этого маленького кафе. Все пришли на картины. Картины местного художника. Может и не местные. Очень красивые здесь. Магнолии. Меня всегда удивляли эти цветы. Такие красивые. И растут на деревне. Так что, сон будешь? Картины, да, киевских. Киевская вот девочка, вдохова Катерина. Город Киев. Что она изобразила? Возможно, какой-то дом с улицы Сагайдачного. Что-то больше не припомню. Таких домов. Даже на Подоле их нет. Драгон Иван. Машины по лужам. Гоняет. Город. Простите, даже не знаю такого. Терри, Бовля. Полякова Маша. Тоже из Киева, Магнолий. Нарисовала. Не знаю, какой-то стиль. Я, к сожалению, в искусстве мало. Разбираюсь в картинном. Экспессионизм. Я не понимаю, что это такое. Хватит. Ну, жалко. Я не знаю, как я. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok